Эфир посвящен теме железодефицитов. Это действительно очень важная тема, актуальная в текущем сезоне, и мы сегодня поговорим об этом с приглашенным экспертом. Мы уже знакомы с этим замечательным человеком, с этим прекрасным экспертом, врачом превентивной медицины, интегративной медицины и, конечно же, нутрициологом Еленой Барсуковой. Лена, я приветствую тебя. Спасибо, что смогла присоединиться к нашему эфиру. Привет. Всем здравствуйте. Очень-очень рада. Очень рада вас видеть. Ну и, наверное, пока наши гости собираются, мы уже потихонечку начнем приступать к теме, потому что тема действительно очень большая, и хочется задать много вопросов, потому что много вопросов поступает от наших клиентов. Они хотят разобраться, как, скажем так, предотвратить развитие железодефицитов, чем можно себе помочь, как не упустить эти состояния, ну и, в принципе, как чувствовать себя прекрасно, нам быть наполненными энергией и активными в этом сезоне. И поэтому вот первый вопрос, Лен, к тебе. Мне хотелось бы попросить тебя, чтобы ты рассказала о распространенности этого состояния, насколько эта тема железодефицитных анемий и скрытых железодефицитов в обществе вообще распространена, кто больше подвержен, скажем так, возможности наступления проблем в этой области и существует ли какая-либо сезонность, например, процент выявления железодефицитов осень, зима, весна и, например, летние месяцы. Такой интересный последний вопрос как раз, ну, прям мне очень понравилось. Ну, давайте начнем с того, что проблема вообще распространенности железодефицита, она очень-очень большая, очень. Вы представляете, что даже ВОЗ этим обеспокоены, у них в повестке борьба с анемией и железодефицитом стоит, у них есть программа, ну, то есть они прям этим занимаются при том, что степень развития анемии и железодефицита в разных странах проявляет себя по-разному и есть там, где она достигает вообще катастрофических цифр и значений. Я хочу, так как я врач-вобще практик, я врач-терапевт, нутрициолог, я прям такой очень сильный практик. Я хочу, чтобы вы научились увидеть эту проблему у себя, поэтому смотрите, с одной стороны всегда очень важны симптомы, как вы вообще эту анемию можете симптоматически заподозрить. Вот Роман уже сказал, что может быть проявление усталости. Это действительно основное. Усталость, апатия и сонливость. Это первое, что должно вас очень сильно насторожить, и вы должны зашевелиться и начать искать. И смотрите, первое, куда вы обращаете свое внимание, это на уровень гемоглобина. То есть смотрите прямо сюда, вот общий свой анализ крови открыли и смотрим. У женщин уровень гемоглобина должен быть не ниже, чем 120 грамм на литр. Вот Роман спросил меня, да, вот у кого эта проблема больше всего встречается, чаще всего. Вот это, я бы сказала, сугубо женская проблема. У мужчин настолько редко встречается анемия, либо железодефицит, но очень-очень редко. Это все-таки проблема женщин, и она связана в основном с тем, что мы ежемесячно теряем объем крови, и вместе с ним мы теряем и железо. Так вот, значит, вы должны понимать, что есть анемия, это когда у вас уже упал гемоглобин ниже, чем 120 грамм на литр. Но, понимаете, вот для того, чтобы дойти до этого состояния, у вас еще, как правило, есть большая-большая предыстория, когда у вас уже есть дефицит железа, но его еще как будто бы никто не замечает. И, слава богу, сейчас стали много говорить о том, что, пожалуйста, сдавайте анализ на ферритин. То есть для нас важно словить именно в латентном состоянии этот дефицит, да, когда у вас снижен ферритин именно. Поэтому посмотрели общий анализ крови, хорошо, допустим, гемоглобин там нормальный, но вы все равно сдаете ферритин обязательно. То есть на это я делаю большой акцент. Вам нужно понимать, если у вас скрытый латентный железодефицит, ваш ферритин должен быть не меньше 50. И эта цифра для всех, в том числе и детей, с 6 месяцев. Это очень важный момент для всех. Но у мужчин ферритин должен быть выше 100. То есть если у мужчин в районе 50, это плохо, это уже нужно бить тревогу. Поэтому запомните эту цифру в 50 и то, что у вас не должно быть ниже, чем 50, ваш ферритин. Вот, это основа такая. Два анализа. Ну вот, а дальше уже, смотрите, для вас очень важно выявить эту проблему, потому что никто из вас не хочет быть сонливым, апатичным, уставшим. Мы не хотим, чтобы у нас выпадывали волосы, а это одна из таких сильных причин железодефицита, который приводит к выпадению волос. Вы хотите крепкие ногти. Мы все хотим быть с стабильной психикой, не раздражаться лишний раз, ну и так далее. Не иметь проблем с беременностью и зачатием. Мы сегодня еще об этом чуть позже поговорим. Ну вот, самое что интересное, что сейчас более-менее научились выявлять проблему анемии и латентного железодефицита. А дальше проблему теперь лечить. Потому что все как привыкли. О, ну дефицит чего? Железо? Железо. Давайте пить железо. И вот здесь получается, что как раз возникает проблема, что железо пропили или эффект не получили, или получили эффект, но очень на короткий период. И снова все упало. Поэтому я всегда обращаю внимание у всех своих пациентов, что давайте искать первую причину, почему дефицит железа возник. А второе – это лечить комплексно дефицит железа, не просто принимая один препарат, да, не только железо нам нужно принимать. Вот это, пожалуй, такое основное. Давайте мы про что, про причины поговорим, да, какие могут быть? Да, Лен, очень интересно про причины, потому что, как мы понимаем, что причин может быть несколько, и они могут быть разнообразные. И очень хочется, чтобы тоже наши клиенты и наши слушатели понимали, из-за чего вообще могут возникать железодефициты, чтобы можно было уделять внимание разным сферам. И вот еще у меня часто приходят такие вопросы, которые касаются женщин разного возраста. Подвержены железодефицитным анемиям чаще женщины молодого, среднего или более старшего возраста? Или это как-то проблема распределяется равномерно по всем возрастным категориям? Вот если мы про возраст говорим, проблема есть в каждом, может возникнуть в любом возрасте. И в детском, и в подростковом, и в фертильном, и даже в постклимактерическом. Сейчас расскажу, почему. Но, конечно, основной пул приходится на молодых менструирующих женщин. Я все-таки подчеркну эту проблему, потому что обильная менструация – это, ну, правда, большая проблема сейчас. И у нас одна из причин обильных менструаций – это эндометриозы. Мы склонны сейчас как-то к эндометриозам. Ну, и я хочу сказать, что здорово, что в Siberian Wellness большое внимание уделяется детокс-программам, которые влияют на эндометриозы. И когда активность эндометриоза снижается, снижаются и обильные кровопотери. Поэтому, смотрите, вот это действительно одна из важнейших причин. И женщины молодого фертильного возраста, которые менструируют – это основной пул тех, кто страдает от дефицита железа. Если мы говорим про детский возраст, то там, видите, как раз проблемы больше от мамы берутся. Потому что если мама была беременна у нашего ребенка в состоянии дефицита железа, она не смогла сформировать пул железа и передать этому ребенку. Ребенок уже рождается как бы с аноми, с этим дефицитом, и вот ему нужно очень много усилий приложить, чтобы выкарабкаться из этой ситуации. Как правило, ребенок не выбирается самостоятельно. Очень много дают и железа в каплях и так далее. В пожилом возрасте проблема связана с низкой кислотностью желудка, которая является возрастной такой особенностью. Чем ниже кислотность, тем хуже белок расщепляется, тем хуже синтезируется B12 и так далее. Вот, давайте вернемся к проблемам, да. То есть, смотрите, мы обозначили, что мы с обильной менструацией раз. Вторая проблема и причина – это все-таки, что люди мало употребляют в продуктах, содержащих железо. И здесь как бы такая проблема двойная, что это, с одной стороны, всегда практически белковые продукты животного происхождения, потому что у нас есть железо гемовое и негемовое. Гемовое – это продукты животного происхождения, это говядины и субпродукты. Они основные лидеры по содержанию железа. И негемовое железо – это растительные продукты. Так вот, вы должны запомнить, что растительными продуктами невозможно вылечить анемию. Там и железо меньше, и усваивается оно хуже. Поэтому, если вы знаете, что вы точно не съедаете свою норму белка, животного белка в день, вы понимаете, что говядины и субпродукты вы очень редко употребляете, в основном вы на курице, ну, надо понимать, что, скорее всего, у вас и будут проблемы именно с нормой железа в сутки. А еще к вам тогда сразу большой вопрос. А как у вас это железо усваивается в кишечнике? Если у вас постоянные вздутия, метеоризм, выражение боли, то есть мы подразумеваем, что у вас есть какой-то воспалительный процесс, то мы понимаем, что даже если вы, возможно, в норме и съедаете это железо, оно плохо усваивается. Поэтому нужно вот здесь про этот момент всегда помнить. Так что потребление – это вторая самая часто встречающаяся проблема. А дальше уже идет по убывающей. Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, гипотиреоз, у вас будет хуже железо всасываться. Если у вас есть воспалительные процессы в кишечнике, у вас будет хуже железо всасываться. И дальше тоже, хотя неправильно я, наверное, поставила вот эти причины, после, в общем, обильных менструаций и плохого питания, вот как раз-таки на третье-четвертое место надо ставить проблемы с кофакторами, витаминами группы В. Очень-очень важно сдавать анализы на В12 и на В9, на фолиевую кислоту, потому что их дефицит будет приводить к тому, что вы сколько бы железа не употребляли, оно будет плохо усваиваться в организме, не будет запасаться. Поэтому обязательно сдаем анализ крови на В12 и на В9. И наверняка вы услышите много, что эти анализы не очень показательны в крови, но мы все равно их сдаем и перепроверяем по анализу на гомоцистеин. Есть только анализ на гомоцистеин. То есть они должны между собой как бы совпадать. Я сейчас скажу, может быть, вам показывается сложно, но потом, если что, переслушайте. У вас чем ниже витамины группы В, тем выше будет гомоцистеин. То есть они должны между собой как бы коррелировать. И чем ниже витамины группы В, тем ниже у вас будет ферритин, то железо не будет запасаться. За ними нужно очень хорошо следить. Ну и такой микроэлемент, про который часто забывают все, это медь. То есть медь, зависимая анемия, встречается нередко. И медь тоже нужно сдавать и смотреть ее уровень в анализе крови. Вот. Это, наверное, основные такие причины. У меня такой вопрос. Люди сейчас очень часто, многие женщины придерживаются каких-то определенных схем питания, диеты. И, конечно же, есть такое направление, как веганы. Люди отказываются от пищи животного происхождения. И здесь в медицинском сообществе много споров в преимуществах этого или в каких-то негативных моментах. Вот можешь поделиться своим мнением? Получается, что эти лица попадают в группу риска и более подвержены. Нужно ли им как-то, скажем так, предохраняться от этого, предотвращать? Я сама лично не очень хорошо отношусь к этому стилю питания, потому что, честно говоря, я ни разу не видела абсолютно здорового вегана. Но я на то и врач, что ко мне здоровые люди практически не обращаются. Поэтому тут мое мнение, наверное, не сильно важно на этот счет. Но могу сразу сказать, что если вы исключили продукты животного происхождения, то вы должны очень маниакально следить за тем, что вы едите. То есть тогда нужно иметь под рукой список продуктов, которые содержат железо, и их съедать. Но, честно говоря, это будут просто огромные объемы. Я, конечно, не могу сейчас наглядно привести пример, но это правда очень большие объемы продуктов питания. Вы столько просто съедать не сможете. Поэтому, когда ко мне приходят пациенты, вегетарианцы, и они говорят, как вы вот будете меня лечить? Я говорю, я буду вас лечить, как обычных людей. То есть первая задача – восполнить дефицит и создать этот пул железа. Но мы тогда с вами договариваемся, что если вы мясо не употребляете, а значит, вы заведомо, как Роман сказал, сейчас вводите себя в группу риска по дефициту железа, дефициту витаминов группы В, мы тогда эти витамины принимаем в профилактические дозировки и на постоянной основе. И мы с вами не пугаемся этого слова постоянно, потому что лучше постоянно, но по чуть-чуть, чем заводить себя в эту яму, все забрасывать, чувствовать себя плохо, потом проходить интенсивный курс лечения и так далее. Ну, организму совершенно не нужны такие качели. Просто вы потом принимаете профилактическую дозировку и чувствуете себя прекрасно все время. Поэтому, когда мы вот обсуждаем те формы, которые Сибирин Волна для нас создает, я, мне кажется, рада до неба и обратно больше всех, потому что это такие формы мягкие, которые классно усваиваются, которые можно пить, правда, очень-очень длительно и никогда не почувствовать побочного эффекта. Хилатное железо, метилфалат, который мы сегодня будем обсуждать, это просто, ну, очень, не знаю, это, мне кажется, must-have для каждого вегетарианца, у которого на полочке просто должно стоять и все. Отлично. Тогда переходим к анализам и к диагностике. Вот я начну с такого простого вопроса, нужно ли сдавать анализы, когда их нужно сдавать, или можно принимать железо профилактически, не сдавая анализы. Вот это всегда важный вопрос, потому что не у всех людей бывает возможность пойти сдать анализы, но каждый человек хочет себя поддержать. Вот здесь где наступает грань, когда ты точно проверяешь, либо когда ты принимаешь просто профилактически. Такой с подковыркой вопрос, Роман. Ну, вот смотрите, я бы на вашем месте была уверена, потому что, как бы, уверена в своих рекомендациях по поводу железа и фолиевой кислоты. У нас в Сибирин Веллнесс даны рекомендации средние. Такими рекомендациями невозможно навредить. Поэтому, наверное, если вы понимаете, что симптоматически у вас очень все похоже на анемию или дефицит фолиевой кислоты, либо вы идете в подготовку к беременности, вы понимаете, что вам нужно хорошее депо железо, хороший уровень фолиевой кислоты. Вы можете пить наши продукты по инструкции. Я думаю, что здесь от того, что вы не сдадите анализ, никакого вреда не будет. Мне кажется, что, ну, как бы, как врач, я все-таки за то, чтобы вы сдавали анализы. Не так уж они дорого стоят, и их можно действительно себе позволить. Потому что, если вот как раз у вас есть проблемы существенные, если, например, у вас очень низкий уровень ферритина или очень низкий уровень фолиевой кислоты, вот здесь я бы хотела вас научить правильно подбирать базировки, потому что вы сможете быстрее помочь себе и помочь своему клиенту. Добавив там несколько капсул, вы там за месяц-два решите проблему и потом перейдете на профилактику. И вы избежите даже вот то, что называется в медицине потери комплаентности. Вот этого доверия между врачом и пациентом комплаентность называется. У вас тоже комплаентность между вами, как бизнес-партнерами и, например, клиентами, да? Ну, то есть, если вы порекомендуете ту схему, которая будет хорошо помогать. Ну, вот давайте на каком примере? На примере железа разберем, да, наверное? Да, я думаю, что на примере железа лучше всего. Хорошо. Вот смотрите, например, у нас есть такая ситуация, что у нас, вот мы с вами договорились, что мы сдаем гемоглобин и сдаем ферритин. Два показателя. Если у вас нормальный гемоглобин, нормальный, значит, выше, чем 120 грамм на литр. И, допустим, низкий ферритин. Но низкий он не катастрофичный. Допустим, просто 30, да? А мы помним, что нам нужно 50. Вот здесь вы можете взять просто две таблетки хилатного железа нашего. Я сейчас говорю про розовенькую баночку, да, хилатное железо. И этого будет достаточно. Да, да. Этого будет достаточно в этот момент. Но вы помните Елену Юрьевну Прасукову, которая вам грозит пальцем и говорит, пожалуйста, сдайте витамины группы B обязательно. Потому что, когда гемоглобин нормальный и не очень низкий ферритин, проблема, скорее всего, не в железе, а в кофакторах. Скорее всего, человек нормальный ест железо, он просто не очень хорошо запасается. Либо есть обильные менструации, где сливается это железо. Ну, давайте рассмотрим другую ситуацию, когда у нас низкий гемоглобин и низкий очень ферритин, то есть ниже 30. Не бойтесь брать больше капсул. Слушайте, это уже обкатано мной на вот этом нашем розовом хилатном железе, потому что оно как запустилось летом, я уже его много назначаю, вижу результаты. Берете прям 4 капсулы в сутки, то есть у вас суточная дозировка 80 мг хилатного железа. Вы, значит, 2 в обед и 2 вечером, ну или там 2 утром и 2 в обед. Просто нельзя пересекать с витамином В12, нельзя пересекать с цинком, смотря куда вы цинк этот поставите в отношении дня. И все. И вот берете дозировку 80 мг, вы получите результат гораздо быстрее. И опять же, помним про витамины группы В, обязательно, потому что если вы про них забыли, а они низкие, результаты вы тоже не получите. Это очень важно. Ну вот на таком примере мы про хилатное железо поговорили. Так что стандартная дозировка, указанная на банке, навредить невозможно. Но если вы хотите быстрее помочь, лучше все-таки сдавать анализы и смотреть, насколько все плохо. Лен, спасибо. Ну, то есть получается, что если мы говорим о профилактике, мы можем придерживаться схем, которые представлены на упаковках. Если мы говорим уже о достижении результата лечебного и есть сформировавшаяся проблема, которая подтверждена лабораторно, или клинический человек уже испытывает какую-то симптоматику, то, конечно, лучше сдаем анализы и в зависимости от этого подбираем уже себе дозировку и, возможно, даже больше, чем указано на упаковке. Ну, да, да. Прямо не бойтесь. Я как-то хочу вас приобретать. Прямо не бойтесь брать больше. Вы просто быстрее получите результат. Но я хочу сказать, что всегда настраивайте и своих клиентов настраивайте на 2 месяца. Вот это большое заблуждение, что можно что-то за месяц быстро порешать. Вот с анемией, железодефицитом. Обычно средний срок лечения это все-таки 6 месяцев. Поэтому настраивайте на то, что вот они, допустим, низкий ферритин, 2 месяца пропивают, через 2 месяца контрольная точка, как я говорю, сдаем анализы, смотрим, какого результата мы достигли. Если, ну, допустим, вы еще не достигли 50, у нас цель – это уровень 50. Если вы не достигли, еще на 2 месяца берем, да, то есть вы сначала должны полностью залить свой бассейн железом, да, если так образно представлять. У вас должно быть полностью сформированное депо, чтобы что бы с вами ни происходило, допустим, месячные, вы успевали это покрывать едой в дальнейшем. А если вы там чуть-чуть заполнили и все бросили, ну, значит, вы быстро снова скатитесь. Очень важно довести лечение до цели. А потом я всегда говорю, не бросайте резко, уходите постепенно. Особенно, если вы не решили вопросы с обильными менструациями. Уходите на профилактическую дозировку. Это может быть либо 2 капсулы, либо 1 капсула вообще. Так что, и потом просто принимайте постоянно это хилатное железо. Вот. Лен, такой вопрос. Капельницы. Часто приходят клиенты и говорят, что вот, значит, вы рекомендуете профилактически принимать, когда я могу прийти, раз в месяц прокапаться и пойти счастливая и довольная. Есть здесь вот какие-то нюансы и особенности, скажем так, вот парантерального механизма введения железа и немножко по формам, которые представлены на рынке, железо, которое продается в БАДах. Может быть, вот немножко расскажем, чтобы клиентам было проще ориентироваться. Тоже такой холиварный очень вопрос. Капельницы, железо. На самом деле у нас не так много вариантов, но будем честны, у нас... Я могу, да, торговое название называть? Да? У нас феринжект есть, у нас есть венофер и ликфер. Ну, по сути. В основном всегда ставят феринжект препарат. Вот смотрите. Сам по себе препарат, постановка, то есть это когда все очень сильно запущено. То есть вообще назначаются препараты внутривенно по каким-то определенным четким критериям. Когда, например, гемоглобин очень низкий, когда происходит массивная кровопотеря, когда у человека очень серьезные проблемы с ЖКТ, например, там болезнь крона, няк, то есть он ничего не может парантерально принимать, у него сильное осложнение на это происходит. Потом смотрите. Естественно, капельница железа – это довольно насильственный метод для организма. Это резко вводится большая дозировка железа. И вы должны быть прям к нему, ну, как бы готовы. Например, я часто вижу ошибку, когда у человека очень низкий белок, и ему вводят железо. Железу не с чем связаться. Ферритин – это белковая молекула. Это все тоже резко сначала поднимается, потом резко падает этот уровень. Это довольно… Ну, я бы хотела избежать, конечно, слова «токсичное», но оно прям как бы вот прям идет. Ну, то есть все равно возникает вот этот так называемый оксидативный стресс на железо. Поэтому все-таки капельницы, да, они есть в практике. Я их сама назначаю, но это все-таки реально какая-то должна быть очень серьезная ситуация. И смотрите, что я вижу, как врач, какой побочный эффект самый основной. Человек, который поставил себе капельницу железа, он перестает вообще заниматься своим здоровьем. И через 3 месяца он прибегает опять с этой же проблемой дефицита железа. Потому что он поставил, ему стало легче, и все, как будто бы проблема снята. Но на самом деле это ничего не решает абсолютно. Если он ничего не там, не позанимался своим детоксом, сибром или сигром, уже как-то не отладил питание, он вернется снова к этой же самой проблеме. Я уже не говорю о том, что это дорого. Ну, условно, одна пачка феринжекса – это примерно 5 тысяч. Плюс сама постановка. И, ну, то есть это примерно полторы тысячи в клинике в частной. И прием врача – около 2-3 тысяч, потому что никто у вас не будет ставить вам инъекцию железа без направления врача. Это очень токсично. Не вздумайте никогда это делать дома. Начнется анафилактический шок, вас просто не спасут, до вас не успеют доехать. Ну, это вот прямо вообще не игрушки. Поэтому давайте так. Препарат создан, и прекрасно, что он есть, но это очень серьезные ситуации, в которых его нужно применять. И я вас очень сильно хочу предостеречь. Никогда не соглашайтесь на внутримышечное введение железа. Это ужасно. Просто забейте в интернете, последствия после внутримышечного введения железа огромные. Вот такие вот синяки, большие уплотнения, которые не проходят по год-два. Это все ноги в этих синяках у девушек. Ну, это просто точно не соглашайтесь. Препарат фермулек, он активно занимается продвижением. Но, в общем, впоследствии очень много найдете картинок в интернете. Поэтому, смотрите, безусловно, на рынке есть и другие препараты. Вот Роман говорит про формы. Есть двухвалентные, трехвалентные. Это то, что официально лекарственные средства. Они действительно рабочие, они эффективные, но их нужно уметь и знать, как назначать. Потому что они за счет того, что, например, двухвалентные являются золотым стандартом, вообще вот в, так скажем, гематологических ассоциациях, там, в Европе, везде, да, препараты двухвалентного железа. Но они часто дают побочные эффекты. Это лекарственные средства, которыми нужно уметь владеть. Я сама лично не каждому назначу препараты двухвалентного железа. Я чаще работаю хилатными формами. Ну, практически в 70% случаев я работаю нашим хилатным железом, потому что я понимаю, что пациента не будет побочных эффектов, он не напугается, он не бросит лечение, и все пройдет максимально гладко и эффективно. Вот. Это то, что про форму, да, и про капельницы. Да, и еще хотелось спросить такой вопрос, да, когда вы работаете с латентными железодефицитами, что в протоколы включается помимо железа? Вот, типа, немножко раскрыть схему, чтобы было понимание по поводу кофакторов. Да, ну вот смотрите, мы чуть-чуть уже затронули эту тему, то есть обязательно кофакторы добавляются в схему. Но опять же, так как я как врач, я оперирую анализами, которые мне принес пациент, да, и мы всегда, я смотрю, есть вот B12-зависимые, да, железодефициты, то есть из-за того, что не хватает B12, у ферритин низкий, бывает B9-зависимые, да, от фолиевой кислоты, вот медь-зависимые, ну и плюс, ну это вот то, что по анализам прям, да, подбирается и дозировка, и как бы стоит это включать, нет. Но, например, в моей схеме всегда будет витамин D, всегда будет, например, цинк наш, цинк с медью, как раз-таки небольших профилактических дозировках, вот это я точно поставлю всегда. Ну, тут, наверное, про схему Роман не сложноватый, потому что я правда опираюсь на анализы, и как бы прям, ну, давайте так еще раз перечислим, витамин D у вас всегда будет стоять, скорее всего, будет B12, B9, либо комплекс наш, который, да, с витаминами группы B идет, цинк с медью будет всегда стоять. Вот, наверное, это основное. Лен, еще хотелось уточнить по поводу питания, кишечника и клетчатка. Я просто вижу вопрос в чате, что нельзя железо принимать с клетчаткой, правда это или нет. Вот смотрите, по приему железа вообще есть несколько правил, которые действительно нужно соблюдать. Но давайте так, вот смотрите, если мы опираемся с Романом, как умные люди на наше, как это сказать, Роман, подскажи мне, на то, как выглядит безглицина от железа, да, то есть железо и две молекулы глицина. Вот вообще на это железо ничего не должно влиять, у него другой путь всасанный, понимаете? Ну, вообще, если открыть научные труды, как это биохимические процессы проходят, вообще на него ничего не должно влиять. Но все-таки мы просим всегда своих пациентов не пить вместе с кофе, не пить вместе с чаем железо. То есть смотрите, вот вы, например, поели, да, вы выпили это железо, и вы кофе свой выпили через полтора часа, когда теоретически мы все это переварили, оно уже ушло из кишечника, да, ой, из живутка. Не пересекаем с молочными продуктами, то есть тоже, смотрите, чтобы не было такой ситуации, когда вы сырники торжественно с утра поели, выпили кофе, потом выпили наше хилатное железо сверху. Ну, старайтесь такого точно избегать, несмотря на то, что как будто бы оно на это никак не влияет. Поэтому, кстати, заметьте, я сказала, что я своим пациентам железо даю в обед и вечером, чтобы они спокойно ели свои сырники и пили свой кофе по утрам, потому что пациенты мои должны быть счастливы все же. Вот. И смотрите, про клетчатку и, например, орехи. У нас есть в клетчатке вот в этой оболочке самой фитиновая кислота, которая действительно тоже влияет на всасывание железа. Поэтому, да, правда, старайтесь избегать одновременного приема вместе с клетчаткой. Просто, если вы понимаете, что вы после обеда выпьете хилатное железо, то отодвигайте конфликтующие продукты либо на другой прием пищи, либо через полтора-два часа. Ну, и смотрите, давайте дам такую рекомендацию, но вы ее прям тоненько как бы сами проверяете на себе. Смотрите, хилатное железо вообще-то идеально пить натощак. Если у вас нет никаких проблем с ЖКТ катастрофичных и вы все нормально переносите, то попробуйте хилатное пить не после еды, а до еды за час. То есть между приемами пищи, когда ему ничего не мешает. Аккуратно пробуйте по одной капсуле, потом вторую добавили. Если вы нормально переносите, а вот правда большинство пациентов хорошо это переносят, пейте просто натощак и потом уже ешьте то, что хотите. Но опять, слушайте, мой врачебный мозг, который строит схемы, не дает мне покоя. Вот все, что хотите, это такой вопрос. Очень часто у нас всякие сибрые воспалительные процессы, при которых надо убирать глютен, молочку и так далее. Поэтому тут давайте каждый по ситуации своей смотрят, ладно, а что вам из продуктов можно? Да, Лен, спасибо большое. Совершенно верно говоришь, вижу, что много просто комментариев в чате идет по поводу того, как, что, с чем принимать и когда же кушать. Ну, это все-таки индивидуально и в зависимости от переносимости. Основное преимущество хелата железа, что он прекрасно усваивается и не дает никаких побочных реакций и дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому пробуйте и подбирайте для себя идеальное время приема. Единственный вопрос, который я хочу уточнить, как совмещается железо с другими микроэлементами? Магнием, кальцием, есть ли какие-то несовместимости или здесь никаких проблем возникнуть не должно? Ну, вот смотрите, вообще надо стараться микроэлементы с микроэлементами не соединять. Вот можно я прямо на самом деле я же вижу вопросы тоже в чате, прям буду отвечать. Вот смотрите, у вас железо с магнием по-хорошему никогда не должно пересечься. Почему? Потому что магний, как умные люди, вы должны пить за 2 часа перед сном. То есть вы уже, смотрите, поели часов 7, к 11 вы готовы, вот после 7 вы выпили, допустим, железо свое и вам до сна 4 часа и где-то за 2 часа до сна вы выпьете магний. То есть у вас железо с магнием по идее никогда не должно пересечься в вашей схеме. Хорошо? Дальше вопрос к кальцию. Железо с кальцием по-хорошему тоже никогда не должно пересечься в вашей умной схеме, потому что кальций вы пьете когда? Когда вы пьете витамин D, а витамин D, когда вы пьете, вы пьете его утром и по идее у вас тоже пути их не пересекаются. Старайтесь еще по возможности разводить цинк с железом тоже в разные моменты. Я хочу вот еще ответить на вопрос, если Роман позволит, про цинк с медью, не противодействуют ли они? У нас умно очень все сделано в Siberian Wellness. Смотрите, включены дозировки, которые друг с другом не конфликтуют. Когда взята большая дозировка цинка и большая дозировка меди, их действительно надо разводить в разные приемы пищи. Но у вас они в небольших дозах. Цинк 25 это средняя дозировка и меди всего 1 мг. Они наоборот усиливают друг другу, они нужны друг другу. Но разводим мы их, когда они в больших дозах. Бывают ситуации, при которых цинк нужно назначить 50, например, а меди почти 3 мг. Тогда да, у нас все нормально сделано. Вы за этот момент вообще прям не переживайте. И еще вижу по поводу того, что безглицинат железо закисляет организм. Нужно ли его принимать с аскорбатом натрия с витамином С? Вот еще раз, смотрите, витамин С по-хорошему нужен только одному железу, двухвалентному. Это тоже какие-то вот такие вещи из разряда. Ну, вот все, железо только так пьется. Нет, хелатное железо, и у него другой путь всасывания. Его тащит аминокислота. Ему не нужно вот это окисление около стенки кишечника. Ему, по идее, не особо-то нужен витамин С, ну, вот для того, чтобы хорошо всосаться в кишечнике. Вот. Лена, спасибо большое. Я думаю, что ответы исчерпывающие. Хорошо. Сейчас хочу перейти к фолиевой кислоте и к ее дефицитам, и к чему дефицит фолиевой кислоты может привести. Знаю, что раньше еще в свое время, когда мы учились, с фолиевой кислотой связывали мегалобластную анемию. Но, насколько я знаю, сейчас в современном мире ее фактически не встречается уже, потому что... Почему? Почему встречается? Слушайте, я все время вижу это все. Слушайте, Роман, вы просто позвали меня на любимую тему, поэтому я тут такая сижу вся довольная и радостная, что я всех лечу от анемии. Слушайте, фолиевой на самом деле бесконечно прекрасный витамин, за которым нужно обязательно за его уровнем следить. И это даже не только с анемией связано. Смотрите, я сейчас перечислю так крупными мазками симптомы, которые возникают при дефиците фолиевой или в каких ситуациях дефицит фолиевой очень важно исправить. Это действительно то, что Роман сказал, мегалобластная анемия, но почему? Сейчас этот диагноз также ставится, что, по сути, когда эритроцит становится огромным, таким большим, он увеличен, да, из-за дефицита фолиевой такое бывает. Значит, итак, давайте, дефицит железонемия с фолиевой связанной связанной, проблемы с беременностью, невозможность сначала забеременеть, либо выкидыши на ранних сроках. Это тоже может быть с фолиевой кислотой связано. Далее, развитие пороков у детей, которые, как это, подождите, у зародыша, да, развитие пороков, особенно, которые связаны с развитием нервной системы. От фолиевой также зависит часто настроение, не поверить, то есть очень часто я вижу и коррелирует между собой, в литературе встречается про то, что когда уровень фолиевой там 3-5, у пациентов наблюдается развитие апатии, депрессии и так далее. Поэтому, смотрите, за фолиевой мы должны следить в рутине. Вот там еще спрашивают, когда нужно следить. Вот за этими анализами, такие как ферритин, фолиевая, АБ-12, нужно следить в рутине. то есть это нужно сдавать раз в полгода, год, просто это самый крайний случай, раз в год, и следить за тем, чтобы они всегда были у вас на хорошем, достойном уровне. Так вот, смотрите, анализ крови называется анализ крови на фолиевую кислоту. Иногда еще прям в анализе пишут в палаты, например. Все. Вот здесь вопрос оптимумом важен. Вот вы сдали фолиевую кислоту, и вы смотрите, какой у вас уровень. И там разброс огромный, вот просто. Там, по-моему, сейчас, ладно, не буду вас обманывать, но, в общем, огромный разброс. Так вот, запомните, ваш сырьевой уровень это 50, ой, 20, 20, 20 нанограмм на миллилитр. Это тот показатель фолиевой кислоты, при котором вы можете беременеть, рожать и быть счастливым. Поэтому вот на это число вы, пожалуйста, ориентируйтесь. Теперь смотрите, если, вот здесь как раз, помните, я в начале нашей лекции говорила про подбор дозировки. Вот мы хорошо обсудили хилатное железо, теперь давайте обсудим фолиевую кислоту. Как правильно подобрать дозировку? Вот у нас фолиевая кислота идет метилфолат 400 микрограмм. Это правильная средняя дозировка. Она такая должна быть для того, чтобы, например, принимать ее на длительной основе, для того, чтобы восполнять и дефицит. Но вот если у вас 10, да, или выше 10, вы как раз принимаете по одной капсуле, вы как раз эти 400 микрограмм. Но если ваш уровень в анализах ниже, чем 400 микрограмм, берите по 2, вы быстрее восполнете все свои дефициты. Опять же, быстрее почувствуйте себя лучше. И вот я еще не сказала, но очень важная проблема, которая возникает из-за дефицита фолиевой кислоты. Вот сейчас прям все напрягитесь, у кого мужья. У них должен... Дефицит фолиевой кислоты влияет на гомоцистеин. Если просто говорить на процесс воспалительного процесса, на воспалительный процесс стенки сосуда. У нас мужчины умирают. Можно, Роман, запугаешь из всех? Мужчины умирают рано. Раньше, чем женщины, практически на 10-15 лет. То есть вот где-то 55-59, это кризис такой. Они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И все судорожно снижают холестерин, чтобы не возникло никакой бляшки, инсульта, инфаркта. А надо следить не только за холестерином, и нисколько за холестерином, а за гомоцистеином, за воспалительным процессом в этом сосуде. Потому что если с сосудом все в порядке, холестерин не будет его латать и создавать эту бляшку. У вас все хорошо, холестерин сам по себе довольный плавает. Ну, это правда, так и есть. Как только начинаются проблемы с сосудами, вот и начинаются проблемы, тогда холестерин бежит вас спасать, латает эту брешь, и нарастается вот эта бляшка. Поэтому, смотрите, обязательно, опять же, гомоцистеин надо сдавать. Ну, такая же проблема у женщин, просто у мужчин она чаще встречается. И всегда, если вы видите, высокий гомоцистеин, выше 7, нужно пропивать фолиевую кислоту, и, как правило, у вас есть проблемы с дефицитом фолиевой. Ну, и смотрите, на гомоцистеин, ну, просто это не наше сегодняшнее тело, но не только фолиевая влияет. Она ведущая, но там еще и В2, и В6, и В12. То есть, конечно, например, когда вы сдаете гомоцистеин, он огромный, надо восполнить наш, взять моно-метилфолат, и плюс витамины группы В отдельно потом еще продолжать пить для того, чтобы удерживать. Ну, вот, я вижу тут вопросы, и мы вернемся, как бы, в начало про фолиевую кислоту, да, по поводу того, что как объяснить клиенту, что такое метилфолат кальция в перерасчете на фолиевую кислоту ненаучным языком. Давайте вот мы к вам вернемся к тому, что у нас сейчас была презентация нового продукта, это метилфолат. И на самом деле для всех метрициологов и врачей, которые работают в Сибирин Велнесс, это было, ну, невероятно крутое событие, мы все были очень счастливы. Почему? В общем, смотрите, это связано с особенностью усвоения фолиевой кислоты. Вот здесь сейчас, может быть, покажется вам сложно, но я постараюсь как можно проще. У нас поняли, да, что фолиевая в нереально большом количестве процессов участвует. И ДНК как делится, как реплицируется, это все очень важно, все на фолиевой кислоте построено. Но наука же постоянно развивается, открываются новые факты. И стало понятно, что недалеко не все люди вообще могут фолиевую кислоту усваивать из продуктов. То есть она усваивается в обычном, так скажем, виде, потом происходит ряд превращений, она превращается в метилфалат, вот эту метильную активную форму, которая потом и влияет на наш организм. И когда мы поняли, что более 50% людей генетически имеют эту поломку, вы все можете легко себя проверить, есть прям генетический анализ на нарушение фолатного цикла, или метильного цикла. Вы можете пойти сдать, она стоит от 4,5 до 5,000 рублей, и вы будете понимать, есть ли у вас это нарушение. И когда мы поняли, что очень много людей, а более 50% это правда очень много, мы стали понимать, что хорошо, но надо как-то решать этот вопрос, и нужно давать им фолиевую кислоту уже в метильном, уже как бы в превращенном, так скажем, виде, который будет легко усваиваться, сразу будет в активной форме, сразу пойдет в дело, потому что в простой форме как бы не сильно будет полезно этим людям. И мы, когда я говорю слово, мы, это как бы врачи, врачи превентивной медицины, понимаем, как бы мы пошли из позиции, что заранее как бы у всех людей есть вот это генетическое нарушение, потому что мы же не можем всех протестировать на генетику, у кого-то банально денег на это нет. Поэтому, когда есть выбор, мы лучше сразу дадим фолиевую кислоту сразу в активной метильной форме, чтобы с большей долей вероятности она на него, на этого человека подействовала. Поэтому, если отвечать на вопрос, есть ли люди, на которые действует обычная фолиевая кислота? Конечно, их много, их более 50% в нашей популяции, которые спокойно употребляют обычную фолиевую, но есть ли другие люди, которым лучше бы метильную? И когда у вас есть выбор, вы используете возможности современной медицины, современных технологий, выберите более современный препарат, сейчас этот выбор есть, если вы можете в Сибирин Велн взять более, так скажем, high-level фолиевую кислоту, возьмите ее, и вы с большей долей вероятности поможете своему клиенту. Вот, это то, что касаемо фолиевой кислоты, поэтому тут нет никакого перерасчета, это как бы, ну, те же самые дозировки используются, просто вы даете фолиевую кислоту в более активной форме, которая с большей долей вероятности даст хороший результат. Вот. Отлично, Лен, спасибо, очень исчерпывающе. И, конечно, сейчас хочется, у нас не так много времени остается, хочется уделить особое внимание подготовке к беременности, это особая категория женщин, это прекрасные периоды, и, конечно, проблемы железодефицитных и фолиеводефицитных состояний в этот период очень актуальны и существуют рекомендации ВОЗ о профилактике именно в этот период, поэтому наши продукты, которые мы представили в женской серии, как хилат железа, так и метилфалат, они полностью сертифицированы для этой категории граждан, потому что им это очень важно, и здесь хочется понять, какие дозировки, что, как лучше комбинировать, что посоветовать женщинам для, скажем так, профилактики анемии и не только анемии. Вот смотрите, вот по-хорошему надо сдать анализы, простите за это, ну правда, потому что ситуации бывают разные, кто-то идет в очень сильных дефицитах, кто-то нет, и вот как подобрать все эти БАДы и дозировки, вот мы сегодня с вами старались хорошо так рассмотреть. Но если вообще возможности никакой нет, то тогда, ну что нам нужно, давайте, наверное, так сейчас, то есть нам что нужно в подготовке к беременности, какие пункты важны, вы всегда сдаете общий анализ крови, смотрим на дефицит железа, если нет возможности сдать ферритин, то просто начинаем принимать по две капсулы филатного железа, да, то есть это такая средняя дозировка, вы точно начинаете принимать по одной капсуле фолиевой кислоты, ну, наверное, так, витамин D, омега, либо вы еще берете, ну, что-то из наших мамобоксов, как вариант, можно взять это комплексным. Все-таки, мне кажется, Роман, что наши продукты вот из женской серии, они для более профессионального, что ли, лечения, когда вот у нас анализы есть, когда мы можем варьировать, когда мы можем более умно эти схемы составлять, когда, наверное, нет анализов, мы просто идем симптоматически, наверное, можно комплексами в принципе обходиться, ну, мне кажется, потому что у нас там, например, 34 миллиграмма железа, почему нет, в общем-то, в средней профилактической дозировке достаточно, наверное, наверное, вот так бы я сказала. Да, согласен, но к счастью, что беременные женщины проходят регулярные скрининги, значит, анализы они сдают, и есть уже понимание как бы у специалистов, которые их ведут и курируют уровня и гемоглобина, и железо, не знаю, входит ли ферритин в эти схемы, но железо, по-моему, точно следует. Ну, тут только проблема в том, что на сывороточное железо мы не можем опираться, и это одно такое тоже из краеугольных камней, потому что сдают гемоглобин и сдают сывороточное железо, а сывороточное железо само по себе концентрация в крови меняется несколько раз за суток и очень сильно зависит от того, что было накануне, ну, вы съели там стейк или вы голодали или еще там что-то, то есть на сывороточное железо девочки и мальчики мы точно не опираемся, то есть нам нужен правда ферритин, но не дают вам его по МС, дайте сами, это правда очень важно, то есть на сывороточное железо мы не смотрим, прям не смотрим. Хорошо, Лен, еще такой вопрос, климактерический период, преклимактерический период, население наше, к счастью, стареет, потому что уровень медицины достаточно высокий, и большое количество людей, которые находятся в этих состояниях, для них важно поддерживать себя, свои организмы, фолиевая кислота в этот период, что делает, насколько она важна, стоит ли ее добавлять в рацион дополнительно? Ну вот смотрите, она безусловно важна, и такая же идет профилактическая дозировка в 400 микрограмм, здесь, и вот если вы вспомните наш хронолонг, а я сказала бы, что хронолонг, но я как бы рекомендую его и в постклимактерический, и в предклимактерический период, потому что все равно нам важен уровень эстрогенов, даже когда уже как будто бы все закончилось, и фитоэстрогены, мы от них ничего не ждем, да, ну как бы с одной стороны, с другой стороны, эстрогены на таком низком уровне, что когда мы их даем в фито, в варианте, они помогают женщине чувствовать себя гораздо лучше, и вот в хронолонге-то фолиевая кислота добавлена, это хорошо, ну то есть процессы деления клеток актуальны, как никогда, и в возрасте, когда уже все угасает, у нас же почему? Теорий старения очень много, и одна из них из-за того, что действительно вот хромосома, помните, у нее вот эти плечики укорачиваются, и она все меньше и меньше способна делиться, поэтому мы здесь немножко помогаем. А, ну еще знаете, я что точно забываю? Про то, что витамины группы В сильно влияют на работу нервной системы, и вот может быть вы наблюдали такое, когда возрастной человек теряет память, концентрацию, внимание ему, тяжелее думать, обязательно смотрите витамины группы В, либо вы их давайте курсом, прием, либо проверяйте в анализах вместе с гомоцистеином, да, помните, то есть это не только состояние сосудов вашего пожилого человека, там, мамы, бабушки, но это еще и работа нервной системы, насколько человеку вообще комфортно жить. Помните же, мы с вами боремся не просто за длительность жизни, но и за качество, чтобы человек жил долго и активно жил. Отлично, да. Лен, еще несколько вопросов сейчас из чата. Сейчас, секунду. Так, ну, про хронолонг, это мы поговорим на отдельном эфире, которые будут посвящены этой теме. Хорошо. Есть ли какие-то, какую-то еще информацию, которую мы хотели бы добавить по поводу анемии и профилактики? Итак, вот самый важный вопрос, все-таки сезонность. Сейчас осень-зима, и я так понимаю, что частота вот этих вот симптоматики в виде усталости, слабости, недомогания, нежелания куда-то идти, очень часто просто это, мне кажется, с этим сталкиваются многие люди, и обычно они думают, что, ну, я просто переработала, напрягалась на работе, устала и так далее. Ну, то есть, хочется очень обратить внимание на то, что не нужно недооценивать, скажем так, такие простые симптомы, исписывать их на вашу занятость и нагрузку, потому что это реально может быть симптоматикой проблем, на которую стоит обратить внимание и поддержать свой организм и реально справиться с этими ситуациями, помочь себе чувствовать себя гораздо лучше. и мне кажется, что в осенний-зимний период у нас гораздо меньше продуктов питания, богатых витаминами, в которых мы можем что-то получить для своего организма и микроэлементов. Ну, все так, все так, Роман, так все обширно рассказали, что я только могу согласиться, но это действительно со многими факторами связано. С изменениями солнечного дня, солнце на нас очень сильно влияет, да, действительно, с погодными условиями, с изменением состава пищи, но, знаете, кто-то, например, вообще там так питается, что он и летом не особо как-то меняет. Вообще, у анемии, вот о чем мы сегодня говорили, и у дефицита фолиевой, наверное, нет сезонности. Все-таки это как бы без привязки к сезону заболевание длится. Я вот, наверное, больше бы хотела, знаете, в какую сторону сделать акцент про то, что когда у вас есть анемия или латентный железодефицит, старайтесь все-таки зафиксироваться на поиске причин. Потому что, по сути, когда мы вот просто даем там железо или витамины группы В, да, мы восполняем ДПО, мы все это формируем, и вы лучше себя чувствуете, но вы будете неизменно уходить обратно в минус, если вы не разобрались, почему это происходит. Я прям хочу, чтобы вы это четко поняли, что надо заняться из ЖКТ, надо заняться своими, если у вас там есть эндометриозы, миомы, какие-то воспалительные процессы, с этим нужно разобраться. Потому что, вот, например, про кишечник мы уже поговорили, да, и у нас очень много продуктов, которые заточены под лечение проблем с кишечником. У нас очень много продуктов, которые заточены под решение проблем с паразитозами, а паразиты точно так же влияют и на дефицит фолиевой, на дефицит железа, да, то есть вы это точно можете решить. Дальше, гинекологические проблемы, как я уже немножко, ну, как бы сделала акцент на то, что очень часто эндометриозы возникают при избытке эстрогенов. Это нарушение детоксикационной системы. Когда эстрогены накапливаются, когда печень недорабатывает, когда желчаток нарушен, то есть вот туда у нас тоже масса просто продуктов, которые воздействуют на это. Но только вы поймите, что это не делается за месяц, это не по щелчку происходит. Детоксикационные программы надо пропивать курсом один за одним. То есть это очень долгий процесс. Ну, вы условно там по 20-30 лет сначала плавно уводите себя в яму, а потом почему-то все ждут за месяц быстрого решения. Но вы все время как бы понимаете, что это планомерная работа. Полгода ставьте себе примерно и объясняйте это своим клиентам в том числе, что около полугода занимает весь этот процесс. В этом ЖКТ занимайтесь, гинекологии обязательно тоже, чтобы снова не уходить. Вот на это я бы хотела сделать акцент. И вот еще можно, я хочу ответить на этот вопрос, потому что он правда важный. Спрашивайте, Елена, у вас были случаи, когда восполнив дефицит до 50, ТТГ со временем приходил в норму. Это действительно очень взаимосвязанные между собой проблемы. Проблема гипотириоза, сниженная функция щитовидной железы и анемии. Они возникают очень часто параллельно друг к другу, и они друг друга топят. В том плане, что если вы будете только анемию лечить, гипотириоза, будет не давать вылечить эту анемию. И наоборот, если только гипотириоз, анемия тоже не будет. Там сложный такой процесс, замкнутое колесо. Но, в общем, одновременно начинайте. И случаи, при которых ТТГ высокий, ну, давайте так, по-честному, умеренно высокий. То есть, помните, у нас норма ТТГ до 4, верхняя граница. Оптимально ТТГ должен 1,5-2. Если у вас между 4, двумя вот здесь попадаете, вы в перечет, это субклинический гипотириоз. То есть, как будто вам диагноз еще не поставили, но чувствуете, вы уже себя совсем прям плохо. И когда ТТГ еще только вот вышел за верхнюю границу, 5, 6, 7, если вы себя полностью восстановите, дефициты все закройте, очень часто снижается ТТГ без какой-либо гормональной поддержки. У меня таких пациентов очень много. Это я прям точно уручаюсь. Поэтому, да, обязательно нужно восполнять. То есть, вот, поэтому я бы таких 3 главных проблем, которые вот действительно влияют на анемию и на железный дефицит. ЖКТ, гинекология, все, что с ним связано, и гипотириоз. И очень классно, что в Сибири Веллнес на все это, на все 3 пункта есть решение проблем, да. И есть продукты, которыми вы можете оперировать и помогать. Это, ну, закрывать эти все проблемы. Лен, спасибо огромное. Мы вот уже почти час общаемся, и я понимаю, что мы можем продолжать это общение, потому что тема реально очень обширная, вопросов много у наших клиентов. Мы постараемся ответить на все вопросы, на которые не успели ответить в этом эфире в последующем виде дополнительной публикации. Мы соберем просто самые популярные ответы и вопросы, и подготовим на них ответы. Друзья, вам спасибо за внимание, спасибо всем, кто посмотрит этот эфир в последующем записи. И, конечно, до новых встреч на наших последующих эфирах. Мы будем встречаться часто, будем рассказывать о продуктах, которые у нас есть, которые мы создаем, выпускаем. И, Лен, еще раз благодарю. Очень много информации исчерпывающей. И до следующих встреч в эфире. Да, спасибо, спасибо вам всем. Вас было так много, это очень вообще здорово. А я надеюсь, что вы все эти перезнания будете практиковать, будете как можно больше женщинам, девушкам рассказывать. Потому что я считаю, это очень важно. Очень важно делиться тем, что есть такая проблема, как железодефицит. Она сильно влияет на качество жизни, на то, как женщина сама себя ощущает. Потому что, согласитесь, когда нет сил, ты не способен ни на что. Не любить своего мужа рядом, не любить своих детей, не строить карьеру, не как-то развиваться. Поэтому вот этот момент энергии, те силы, которые у вас должны быть на развитии, он сильно завязан на железе. Вот прям очень. Поэтому все сдавайте, пожалуйста, ферритит. Пишите потом, какие у вас цифры. Да, друзья, берегите себя, будьте здоровы. А мы с вами до встречи новых в эфире. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok